Здесь не было ничего. Бывший сквер Комсомольский был заброшен. Радоваться местные жители могли лишь старым тополям. В администрации города рассказывают, что планы по благоустройству были. Тормозил все один важный фактор. Именно в этом месте муниципальная земля пересекается с территорией Министерства обороны. Жители не сдавались, активно голосовали за изменения и теперь могут наслаждаться обновленным сквером. Сейчас, конечно, немножко прохладнее, а в летнее время здесь аншлаг, здесь и ребятишки, и взрослые. За два года территория изменилась до неузнаваемости. Появилось ограждение, выложили плитку и установили лавочки с навесом. Чтобы сквере было комфортно, в ночное время по всему периметру сделали современные фонари. Нашли место и для детской площадки. Дети развлекаются, развлечения большие. До этого не было такого. Они вот ходили, где-то по горкам катались, там-сям, лазили. Вот в этих вот разбитых домах. Сейчас они больше половины. Я вот сколько езжу сюда, они вот постоянно здесь вот. Обновленной территорией выбрали новое название. Пока шло строительство в 2022-м, будущий герой России Дмитрий Фаршенёв находился на СВО. В одном из боёв ценой своей жизни обеспечил отход товарищей. Горожане пожелали увековечить подвиг своего земляка и назвали сквер в его честь. К сожалению, именно в то время погиб наш герой. У всех его имя, оно до по сей день на слуху это имя. Молодой человек родился в Кяхте, жил в Кяхте, закончил нашу вторую общеобразовательную школу. Обратились заинтересованные сообщества, друзья, семья, в том числе одноклассники. Такое, наверное, одно из немногих решений, которое было поддержано всем городом. В центре сквера появился монумент Героя России. Работу доверили бурятским мастерам. Бюст установили в 2023-м. Отметим, что сквер Дмитрия Фаршенёва – первая зелёная зона в городе, носящая имя конкретного человека. Два пожелания жителей Кяхты, они были учтены. Мы получили сквер благоустроенный, которым пользуются все жители. И в то же время мы видим здесь памятник Фаршенёву Дмитрию, и мы помним о его подвиге. Объект появился благодаря программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». У нас всего по республике в этом году 182 территории в этой программе. Из них 85 территорий были у нас с вами общественные, и 97 территорий были дворовые. Программа завершена на этот год. Мы планируем уже на 2024 год не менее 148 территорий по республике Бурятия. На сквер в Кяхте потратили 11 миллионов рублей. Однако никакие деньги не сравнятся с тем, какую историческую ценность он несёт для жителей Кяхты. Город помнит своих героев. Базар Ившеев, Бату Гармын. Новости дня. Из Кяхтинского района.